Каждый из чиновников должен понимать, за что он отвечает. Такое заявление сегодня сделал губернатор Игорь Кошин на еженедельном оперативном совещании. В частности, есть вопросы к главам муниципальных образований. Они должны уделять большое внимание 95-му окружному закону о перераспределении полномочий. Подробности далее. Губернаторская планёрка традиционно началась с доклада полицейских и спасателей. За прошедшую неделю серьёзных происшествий не зафиксировано. На дорогах снизилась аварийность. Чистка городских транспортных артерий по-прежнему идёт в две смены. Из Дориемстроя задействованы 24 единицы техники. В дополнение к ним поступили новые снегоуборочные машины и грейдеры, но пока на них некому работать. Специальности не хватает. Машинистов, автогрейдеров, погрузчиков. Техника пришла. Вакансии сколько у вас сейчас? Вакансии 12. Для решения этой проблемы Игорь Кошин посоветовал обратиться в Нинницкое профессиональное училище и найти водителей на спецтехнику там. Также глава региона поручил мэру Наринмара отработать с управляющими компаниями вопрос по уборке снега и наледи с крыш домов. Соберите управляющие компании и дайте им чёткое поручение, чтобы они отработали по всем крыше. Хорошо? Снег, наледь, сосульки. Пока есть возможность, пока погода позволяет, давайте мы всю эту крышу берём. Обсудили подготовку к ежегодному семинару глав, который пройдёт в Наринмаре 26 марта. Игорь Кошин настоятельно порекомендовал уделить внимание 95-му окружному закону о перераспределении полномочий. Губернатор отметил, что и главы поселений, и руководство Заполярного района, и мэрия, и каждый окружной руководитель должен чётко понимать, за что он отвечает. Потому что как не работать? Мы всё время говорим, полномочия не наши, мы полномочия забрали, мы тут ничего не понимаем. Дальше собираются руководители, получающие не маленькую заработную плату, я подчёркиваю, и начинают друг другу рассказывать истории, что они чего-то не могут сделать. Губернатор также подчеркнул, что совместными усилиями нужно налаживать ситуацию с развитием производства на селе. Первым шагом в этом направлении станет проведение пасхальной ярмарки в апреле этого года, в которой примут участие сельхозпроизводители и частные хозяйства как города, так и сельских поселений. Алина Волучейская, Леонид Шишилов, Телеканал Север.